Всем добрый вечер! Давайте помолимся за вступление. Господь, спасибо, что сегодня нас привел сюда, Господь, и мы молимся, даруй на концентрацию сейчас, Господь, помажь это слово вступление, Господь. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. У меня к вам вопрос есть. А кому сегодня понадобился шаг веры, чтобы взять и приехать сюда? Аминь. Аминь. Я думаю, каждому из нас в той или иной степени шаг веры понадобился. И знаете, у нас недавно, как вы знаете, было мужское собрание, очень благословенное, и мне одна мысль, о которой пастор говорил, запомнилась. Эта мысль звучит следующим образом, что каждый шаг веры, каждый наш шаг веры — это шаг Иисуса Христа по этой земле. Да, и эта мысль меня очень коснулась. Что такое вера, да? В Библии нам очень много об этом говорит, но давайте откроем с вами 2 Коринфянам, 5 главу, и 7 стих прочтем. Вы все его знаете, здесь сказано, что «Ибо мы ходим верою, а не видением». И Евреям 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого». То есть, да, с одной стороны, что такое вера? То есть, с одной стороны, я что-то не вижу, для меня это недоступно, у меня нет достаточно данных, чтобы проанализировать, подумать об этом, но Слово Божие мне говорит, что мне нужно сделать шаг веры, и я верю в это. То есть, я верю. Мы не видим Бога, но мы верим в Него. Так ведь? Мы не видим многих вещей в нашей жизни, но мы в них верим. И, с другой стороны, вера — это наоборот, как 2 Коринфянам, 5 глава, 7 стих говорит, что наоборот, я что-то вижу, и это что-то меня смущает, оно может быть что-то большое. Мы видим какую-то гору в нашей жизни, какую-то ситуацию, которую мы не можем преодолеть своими силами, может быть. И мы смотрим на это, и мы делаем шаг веры. То есть, вера — это я что-то не вижу, и делаю шаг веры. Или вера — я что-то вижу, это что-то для меня непостижимое, и я делаю шаг веры. То есть, мы ходим верой о невидении, как было сказано во 2 Коринфянам, 5 главе, 7 стихе. И, конечно, когда у нас ситуация определенной жизни возникает, какие-то определенные события, конечно, мы анализируем, да, мы думаем об этом, мы взвешиваем. И это очень здраво, да, как в Луки 14 главе 28 стихе сказано, что «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он что нужно для ее совершения?» Да, в Луки 14, 28 написано это. Но не все издержки мы можем посчитать, не все мы можем вычислить, не все мы можем проанализировать. И иногда, знаете, такое чувство, что мы слишком много думаем, да, мы слишком много размышляем над какими-то определенными ситуациями, слишком много взвешиваем. А когда Господь нас в это время призывает сделать шаг веры, да, мы уже все проанализировали, все детали, которые нам были доступны, вся информация, которая нам была доступна, и Господь говорит, хорошо, «Ты получил то, что нужно, теперь сделай шаг веры, перестань думать своим естественным умом». И мы сейчас проходим, прошли точнее уже по креационизму и современной науке, человеческий мозг, и там был такой факт интересный, сказан, который меня коснулся тоже, то, что только 0,5% нейронов головного мозга, они задействованы в функционировании нашего тела. То есть, да, как сердце наше бьется, это все от мозга зависит, как внутренние органы наши работают, тоже это все мозг делает, он это контролирует. И этим занимается только 0,5% мозга. Что делают остальные 99,5%? Да, как на уроке было сказано, они думают, они постоянно думают, они постоянно размышляют, фантазируют, на память уходит какая-то часть. То есть, наш мозг постоянно находится в размышлении. Мы постоянно думаем и иногда слишком много думаем. И когда мы слишком много думаем, Господь нас просто просит сделать шаг по вере. И мы можем, когда у нас данных каких-либо не достает, какой-либо информации для того, чтобы принять решение, и мы, может быть, боимся сделать шаг по вере, что мы можем сделать? Бывает, что в молитвах мы иногда просим показать знак. Бог, покажи мне знак. Вот, Господь, сейчас, если сделаешь так молнию, стрелку из молнии, если сделаешь над этим человеком, вот я к нему подойду тогда. А вот если не сделаешь, не подойду. Не напоминает эта ситуация ничего? Помните, как Гедеон? Давайте откроем. Это числа... Ой, не числа, это... Сейчас, секунду. Это Судьи, 6 глава. Предыстория такая, то, что Господь говорит Гедеону, что ему нужно выступить против Модианитян. 16 стих, 6 главы. И сказал ему Господь, «Я буду с тобою, и ты поразишь Модианитян, как одного человека». И в 36 стихе мы можем читать, что... «И сказал Гедеон Богу, если ты спасёшь Израиля рукой моёю, как ты говорил». Да? В 16 стихе. «Ты мне сказал, что ты будешь со мной. То вот я расстелюсь здесь, на гумне, стриженую шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле суха, то буду знать, что спасёшь рукой моёю Израиль, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть, и выжил из шерсти росу, росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу, «Не прогневайся на меня, если ещё раз скажу, и ещё только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса». Иногда и так бывает. Иногда мы требуем от Бога показать какой-то определённый знак, какое-то знамение. Но откуда берётся вера? Мы тоже все этот стих знаем из Римлянам 10 главы 17 стих. «Вера берётся от слышания, а слышание берётся от Слова Божьего». Здесь не написано в Римлянам 10 главе 17 стих, что вера берётся от знамений. Тут говорится, что вера берётся от слышания, а слышание — от Слова Божьего. То есть Господь говорит, «Моего Слова достаточно, чтобы сделать шаг веры определённый». Тебе не нужно знамение, потому что я тебе уже сказал определённую объективную истину, определённые слова, которыми ты можешь руководствоваться, чтобы принять решение, чтобы сделать шаг по вере. Эти слова, что я с тобой всегда, что я тебя не оставлю, не покину, что в любом решении я с тобой, в какую ситуацию бы ты ни попал, я силён её привести во благо, я силён её исправить, я всегда с тобой. Ты моё дитя, вот моё слово. Зачем тебе знамение, если у тебя есть моё слово? И так интересно, что несмотря на то, что Гидеон сомневался, как в «Судье» в 6 главе сказано, «И боялся» — это, судя их 7 глава. Помните, когда он в 10 стихе сказан, «Если ты боишься идти один, то пойди в стан ты и фура, слуга твой, и услышь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдёшь в стан». Да? Гидеон, Гидеон сомневался, просил знамений, боялся. Но несмотря на это, мы знаем, что Гидеон является героем веры, как в «Евреям 11 главе» говорится. Да? Мы знаем, что «Евреям 11 глава» — это глава о героях веры, то есть тех людях, которые были героями веры. И Гидеон там упоминается. То есть, да, мы можем сомневаться, да, мы можем бояться, но Гидеон, в конце концов, он сделал шаг веры, и он был назван героем веры. И очень печально, на самом деле, когда мы не делаем шагов веры. Очень печально, когда слова Божьего недостаточно. То есть, очень печально, когда слова Божьего, как духовной пищи, для нас становится недостаточно. Давайте числа 21 главу откроем напоследок. В пятом стихе написано, «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Откуда была предоставлена вода народу израильскому? Из скалы, да? Это есть образ Иисуса Христа. И какая пища была дана? Мана небесная. И 1 Коринфянам 10 глава говорит, что это для них, для израильского народа, это была духовная пища. И что они здесь говорят? Нам опротивила эта негодная пища. Очень жаль, да, и очень печально, когда для принятия какого-то решения, для шага веры или вообще для нашей жизни нам слова Божьего недостаточно, когда мы говорим, что Господь — это негодная пища. Так мы можем сказать только, когда мы находимся в оплоте, да? Потому что духовному человеку вот это слово, оно всегда будет приятно. Вот это всегда будет благоуханием для духовного человека. И духовный человек никогда не скажет, что это негодная пища для меня. И такое ободрение для нас, что когда у нас настоит такой момент, когда нам нужно принять решение, когда может быть у нас недостаточно данных для того, чтобы все взвесить, а все проанализировать. Зачастую так и бывает, правильно? Мы не всемогущие, мы не вездесущие, мы не знаем все детали ситуации. И такое ободрение для нас — делать шаги веры в таких ситуациях. Потому что через это каждый шаг веры — это шаг Иисуса Христа по этой земле. И мы с вами участвуем в этом, как верующие. Верующие в Иисуса Христа, как Его святые, как Его дети. Аминь. Аминь. Спасибо тебе, Господи, за собрание святых Твоих. Славим Тебя, Господи. Благодарим Тебя за то, что каждый шаг веры здесь — это шаг Твоего Сына Иисуса Христа, моего тела. Мы шагаем, Господи, в Слове Господа. Мы шагаем в благодати, мы шагаем в любви, мы шагаем в духе. Перепатео. Хождение. Хождение. Слава Тебе. Мы просим Тебя, благослови нас и послужи через Слово Твое, наполни Духом Твоим святым. Послужи, Господи, тем, которые будут слушать проповедь после, может быть, через месяц, может быть, через год. Слава Тебе. Распространяй благоухание благодати через Твое Слово во имя Иисуса Христа. Благослови нас. Мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Книга Иова, 33 глава. Книга Иова, 33 глава. Давайте прочтем. 14 стих. Бог говорит однажды, если того не заметит, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. 17 стих. Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Итак, мы видим с вами здесь, что Господь говорит. Какая цель? Мы... Чтобы что произошло? Чтобы удалить от него, от человека, гордость. Вы со мной? Господь говорит один раз. Если этого не замечает, говорит второй раз. Посещает человека в сновидении или посылает послание. И открывает человека ухо, чтобы удалить от него гордость. Вы знаете, гордость – это очень серьезная вещь. Книга притчи говорит... Несколько стихов я прочитал. Притча 11.2. Придет гордость, придет и посрамление. Приходит гордость. Что за ним приходит? Посрамление. Стыд приходит. Притча 16.18. Погибели предшествует гордость. То есть, перед смертью, перед погибелью идет гордость. Притча 29.2.3. Гордость человека унижает его. Притча 18.3.3. Перед падением возносится сердце человека. Итак, мы с вами имеем врага, который может поразить нас. И вместе с ним придет посрамление, вместе с ним придет унижение, вместе с ним придет падение, вместе с ним придет погибель. И здесь Господь говорит, что он говорит с человеком, и у него есть определенная цель. Не одна, а несколько. И одна из них следующая. Бог говорит с человеком, обращается к нему, открывает его ухо, чтобы удалить от него гордость, отвести его от опасного пути, отвести его от падения, от стыда, от унижения. Аминь. Вы знаете, я ободряю вас читать ветхозаветные истории с точки зрения благодати. Мы сегодня это будем сделать. Я имею в виду серьезные ветхозаветные истории читать в духе благодати. Замечать ее. Мы можем это делать. Мы можем это делать. Почему? Потому что мы люди благодати. Мы привыкли к этому вкусу. Мы знаем, что такое благодать. И мы можем каждой истории в Писании подходить с благодатным сердцем в Ветхом Завете. Аминь. Несмотря на то, что эти истории иногда поражают нас своей жесткостью. И мы больше внимания обращаем на жесткость, нежели на данную благодать. У нас такая природа. Мы сразу реагируем на жесткие вещи, на жесткие действия со стороны Бога. И не видим этих зерен благодати, которые Господь и в Ветхом Завете рассыпает везде. А когда мы научимся с вами смотреть на ветхозаветные истории с точки зрения благодати, мы обязательно найдем ее. И мы поймем, почему это было сделано. Аминь. И поймем, зачем это было сделано. И поймем, как это было сделано. И прославим Бога и скажем, ты Бог всякой благодати. И ты вчера и сегодня. Что? И вовеки тот же. Аминь. Я ободряю вас, чтобы этот пример, который мы сегодня будем использовать, дал вам как бы образец, подхода к ветхозаветным к ветхозаветным историям. Потому что это очень важно. Чтобы они не ужасали вас. Потому что они также полны благодати. Аминь. Давайте откроем книгу Даниила, четвертую главу. Книга Даниила, четвертая глава. Я рад всегда вас видеть в среду. Конечно, не только в среду. Но в среду особенно. В среду особенно. Сколько сред у нас осталось здесь, на этой земле? Если бы кто-нибудь знал, что остается только десять сред, как вы думаете, наполнилось бы это собрание? А? Почему? Потому что, когда мы не задумываемся о ценности каждого собрания святых, мы начинаем смотреть на другое. И как в этой истории с Новохудоносором. Я хочу сказать, что эта история сегодня просто открылась для меня колоссальной историей благодати. Давайте мы с вами начнем изучать эту удивительную главу. Итак, кто у нас такой наш друг Новохудоносор? Царь царей. Крутой человек? Крутой. Круче всех царей. Живет где? В Вавилоне. Царствует где? Над всем тамошним миром. Царствует этот человек единолично. Аминь. Единолично. Опасно это. Вы знаете, что еще серьезно в отношении гордости можем добавить? Не только, что она ведет к падению и к постыжению и к погибели, но еще есть невероятная вещь в отношении гордости. Мы можем не заметить, как она приходит. Мы можем не уловить, как мы начинаем думать в своей гордыне и взвешивать, как Денис сказал, взвешивать себя в своей гордыне, смотреть на свои дела в своей гордыне. Мы можем даже не заметить. И я говорю это почему? Потому что этот человек даже не заметил, как он склонился в эту сторону. А как вы думаете, был ли он верующий в Иисуса Христа? Какое ваше мнение? Что произошло в третьей главе? Висал, что произошло в третьей главе? Чудо какое! С печь разожгли, печь разожгли. Навуходоносор подошел к печи, увидел четырех человек, трое из них были брошены, а четвертый среди них похожий на Сына Божьего. Аминь! И тогда эта третья глава заканчивается, и Навуходоносор произносит речь верующего человека. Аминь! Славлю и величаю, превозношу. Нет такого Бога, как Бог Израилев, который мог бы так спасать. И теперь по всему Царству я говорю, чтобы вы поклонялись Богу Израилеву, это просто невероятно, крещение Халдея или крещение Вавилона, да, по всему Царству повелеваю, что кто произнесет хулу на Бога Израилева с тем круто поступить. Итак, мы видим с вами, что этот человек вразумился наставлением, стал верующим в Иисуса Христа. Почему в Иисуса Христа есть даже такая проповедь Евангелия от Навуходоносора? Никогда не слышали? Как-нибудь я ее скажу. Но сейчас благодать, данная Навуходоносору в четвертой главе. И так Бог начал замечать, как сердце этого человека склоняется куда? На опасную дорогу, очень опасную дорогу. Там плохо, там падение, там погибель, там ничего хорошего нет. А этот человек не замечал, и мы с вами тоже можем не заметить, когда в один непрекрасный момент наше сердце начинает уклоняться гордости, когда я уже начинаю думать о себе не мыслями Божьими, а своими мыслями. Четвертая глава. Я Навуходоносор спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах своих. Вам нравится это, нет? Спокоен был в доме, благоденствовал в чертогах, но в это время, что сердце уклонялось на опасную дорогу. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видение головы моей смутили меня. Давайте скажем так, что Господь посылает послание, когда видит человека, который уклоняется в сторону гордости. Это опасная дорога. И Он посылает такое послание, отчего встревожился дух Навуходоносора. Аминь. И может встревожиться так же наш дух с вами. Почему? Потому что это серьезная вещь и послание, которое получил Он через сон, встревожило его и смутило его. И мы не будем читать эту всю голову, я просто ее расскажу. Когда Он увидел этот сон, и Он в этот раз запомнил его. Помните во второй главе слово отступило от меня. Ему тоже там снился сон, но он его не помнил. В этот раз запомнил этот сон, и он встревожил его. Это хорошо, когда слово или послание от Бога начинает тревожить нас. Почему? Потому что должно быть мы что-то упускаем или находимся не на том пути. Итак, первое, первый пункт благодати. Что? Сон благодати. Аминь. Заметили у себя? Их будет семь. Семь пунктов благодати. Первый, сон благодати. Откуда он пришел? А? От Бога пришел. Кому? Навуходоносору. Аминь. Итак, это первый дар благодати. Сон от Бога для Навуходоносора. Или послание от Бога Навуходоносора. Мы с вами знаем историю, что он призвал всех своих волхвов, я не знаю там всем, всех халдеев и чародеев. Никто не мог ему объяснить этот сон. И вот он призывает Даниила, который, кстати, был послан Богом, как дар благодати для царей халдейских. Аминь. Разве это не так? Итак, второе. Первое, сон благодати. А второе, что? Обеспечение благодати. Есть человек, который может растолковать. Давайте прочтем. Пятнадцатый стих. Тогда Даниил, и так он пересказал свой сон. Шестнадцатый, шестнадцатый стих. Тогда Даниил, которому имя Валтасару около часа провел в изумлении. И мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал Валтасар, да не смущай тебе этот сон и значение его. Валтасар отвечал и сказал Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим его знамение. И тут он говорит, что это за сон. Аминь. Давайте третье скажем. Это толкование благодати. Первое, что было? Сон благодати или послание благодати. Второе, обеспечение благодати. Следующее, что? Нашелся человек и он растолковал. Вот, что произойдет с тобой. Срубят тебя, как дерево. 22 стих. Тебя отлучат от людей и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола. Росою небесную ты будешь рожаем. И семь времен пойдут над тобою. Да коли не познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Смотрите, 24 стих. Четвертый, четвертый пункт. Совет благодати. И это все от кого? От Бога. Почему? Потому что он хочет удалить гордость от человека, чтобы человек шел дальше в смиренном сердце, безопасным путем. Он хочет удалить от него гордость. Итак, совет благодати. Поэтому, царь, да будет благоугоден тебе совет мой. Искупи грехи твои праведностью и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Аминь. Вот он совет. Он хороший совет. Если сон стревожил тебя, ничего страшного, он от Бога. Это хорошо, что он тебя стревожил. Аминь. У тебя есть обеспечение муж Божий Даниил, который что? Послан именно тебе для того, чтобы растолковать этот сон. Третье толкование дано тебе и после толкования совет благодати. Вот что нужно тебе сделать, потому что ты стоишь на опасном пути. Следующее, какое у нас? Пятое. Знаете, что пятое? время благодати. Аминь. Время благодати. Сколько времени? Давайте прочтем. По прошествии двенадцати месяцев разве наш Господь недолготерпелив? А? Когда Он дает человеку, когда Он посылает Слово и дает человеку, что? Такое время. Я даю тебе это время. Я Бог всякой благодати. У тебя есть все шансы, чтобы не оказаться срубленным деревом. И я утверждаю это. Почему? Потому что, как вы помните, Иона проповедовал в Неневе. Какой результат был? Отменил Господь. Разве не отменил? А кто еще? А вы еще помните, что отменял Господь то, что Он хотел сделать? Я думаю, а? Да, да, продлил годам. Господь может отменить. Отменить то, что Он наметил сделать. И мы с вами имеем это в Писании, что Господь может передумать и сказать, я отменяю. Почему? Потому что я увидел изменения. Я увидел поворот в сторону меня. Когда они невитяне увидели Иону. после трех дней пребывания в очреве кита. И они все раскаялись. И Господь говорит, а Иона что? Господь должен сделать то, что сказал. И Господь говорит, я отменяю тот гнев, который я хотел излить на Неневе. Один только недовольный был из всех, кто? Иона. Он недоволен был. Почему? Потому что так не пойдет. Вы знаете, всякий раз, когда Господь говорит, я собираюсь это сделать. И если ты, если бы нашелся в Иерусалиме человек, который стал бы в пролом за этот город, я бы пощадил этот город. Аминь. Авраам говорит, Господи, а если десять праведников найдется, что Господь говорит, тогда я не погублю. Аллилуйя. Итак, время благодати какое? Двенадцать месяцев. Как вы думаете, много это? Я думаю, достаточно. Двенадцать месяцев. По прошествии двенадцати месяцев, рассказывая по царским чертогам в Вавилоне. Царь сказал, смотрите, что сказал. Не это ли величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего построил кто? Я построил. Кстати, Вавилон великолепный город, краса всех земель в то время. Архитектура чрезвычайная, изысканная, грандиозные сооружения, стены великолепные, ворота великолепные. То, что дается описание Вавилона, это просто чудо света было. И этот человек, которому Господь послал сон благодати, дал Данила как обеспечение благодати, потом дал толкование благодати, потом дал совет благодати, а потом дал время благодати. 12 месяцев произошло изменение. Этот город построил я, мне нравится, знаете, что? Силою моего могущества и славу моего величия. Вы знаете, вот эти слова, я псалмы очень люблю, изучаю их наизусть, эти слова всегда относятся к Господу Богу. Величие и могущество у кого? У Иисуса Христа, у Бога Всемогущего. Аминь. Сила у кого? 61 Псалом однажды сказал Бог, и сколько раз я слышал, и два раза слышал я это, что сила у кого? У Бога. Этот человек просто взял и присвоил себе атрибуты Бога в своем гордом и надменном сердце верующего в Иисуса Христа и не воспользовался ни толкованием благодати, ни временем благодати. Знаете, что сейчас грядет? Воспитание благодати. Отметьте у себя. вы понимаете, как нужно смотреть на историю Ветхого Завета? Аминь. Так смотрите. Это не жестокий Бог отнял мозги, то есть разум у науходоносора, чтобы поиздеваться над ним. Это что? Если смотреть такими глазами на все истории Ветхого Завета, то тогда в наших сердцах будет только непонимание, дальше какие-то мысли непонятные, жалость какая-то, почему вопросы бесконечные, смотрите на Писание в духе благодати. Аминь. Я научил вас как это делать. А это крутая история. И воспитание тоже серьезное было. Какое воспитание от воспитания благодати. Сколько лет продлилось? Семь лет. Семь лет. И он пасется в этом на лугу, значит, питается всякой всячиной, ногти у него отросли, волосы отросли, человек без ума. Почему? Потому что вознесся против владыки. Потому что встал на опасный путь. А он является сыном Бога живого. Аминь. Который не хочет, чтобы он стоял на опасном пути. И для этого все было сделано, чтобы он обратился и что? И прославил Бога. Но мы с вами можем как бы сказать, что? Не заметить этого. Когда Бог говорит один раз, потом второй раз, мы это двигаем это в сторону. Эта встряска через слово не трогает нас. И Господь говорит, ну хорошо, тогда у меня теперь воспитание благодати. Семь лет этот человек пасся как 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 там сказано, как порнокоп как вол, аминь, орошался водою, то есть никакой бай, это мне бы мне бы хотела, я бы хотел посмотреть. Как вы думаете, кто все ли махнули на него рукой? Вы бы махнули? Год прошел. Вы знаете, на месяц нельзя оставлять престол царя. Уведут. А здесь что? Год проходит. Второй, третий, четвертый, пятый. Аминь. Сын царя Новохудоносора, исполняющий обязанности царя. Почему? Потому что царь жив. Он исполняющий обязанности царя. Смотрит на своего отца. Мало что понимает. Тридцать первый стих. По окончании же дней тех я Новохудоносор возвел глаза мои к небу и разум мой возвратился ко мне. И благословил я. Смотрите, какое произвело действие благодати в жизни и в сердце Новохудоносора. Аминь. Произвело действие. Хорошее действие. Замечательное действие. И он говорит, что и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил пресносущного. Пресносущий это живущий вечно. Которого владычество, владычество вечное. И которого царство в роды и роды. Какие драгоценные слова. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сыновитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои. Разве это не чудо? взыскали меня советники мои, вельможи мои. И слушайте, и я восстановлен на царство мое и величие мое, что еще более возвысилось, потому что Бог гордым противится, а смиренным, что дает еще большую благодать. Аминь. И это седьмое, которое мы можем написать с вами восстановление благодати. Давайте повторим еще раз. Первое, послание благодати, которое встревожило сердце, обеспечение благодати, там Данил оказался случайно, чисто случайно. Дальше что? Толкование благодати, совет благодати, время благодати. Потом что у нас? Воспитание благодати и восстановление благодати. Как преобразилась эта глава сейчас перед нами. Аминь. Как мы увидели Иисуса Христа, который все сделал для того, чтобы смирить этого гордого человека. Я знаете, что хочу сказать? Что мы настолько можем доверять Богу нашему. Аминь. потому что мы не знаем когда в определенный момент мы не заметим как наше сердце уклонится на опасный путь. И Господь не захочет оставлять нас на том опасном пути. Аминь. Потому что Он любит нас. И все Его действия в нашей жизни, действия благодати всегда так думайте и никогда не думайте иначе. И последний стих. Мне он очень нравится. Да все нравится. Ныне я на выхода носор славлю, превозношу и величаю Царя Небесного. Каков результат? А? У этого царя царей, который вышел и сказал не это ли Вавилон, который я построил силою моего могущества и славою моего величия и уже постамент для него готов и уже он вознес себя и тут Бог производит свое действие действие благодати мудрое именно для этого человека. Я не знаю какие у него у Бога значит припасены действия в отношении нашей жизни но знайте что это всегда будет что восстановление благодати потому что Господь желает чтобы мы с вами ходили в смиренном сердце потому что смиренное сердце оно всегда приобретает аминь и здесь он говорит ой какой молодец ныне я на выхода носор славлю превозношу и величаю царя небесного а кто у нас царь небесный Христос разве не так а кто у нас царь над всеми царями Христос величаю царя небесного которого все дела какие истинные и пути праведные и который силен смирить ходящих гордо давайте поаплодируем Господа аминь силен смирить ходящих гордо знать об этом воспринимать это замечательные мысли благодати аминь спасибо Господь силен смирить ходящих гордо потому что на пути гордости посрамления там погибель там унижение и там падение зачем оно не нужно правильно есть путь благодати путь Божий и слава Богу за это я уверен что мы проведем дискуссию с Томуху Доносором на небесах каково это было принять в его состояние помощь благодати и быть исцеленным и восставленным и я подчеркиваю что и величие его что сказано еще больше усилилось аминь еще больше усилилось аминь отец отец небесный благодарим тебя бог всякой благодати твое писание вышло из твоего сердца из твоего ума и ты послал сына в этот мир о котором сказано что и от него мы приняли благодать на благодать и он полон истины и благодати ты дал нам духа святого о котором сказано что это дух благодати мы просим тебя господи научи нас так смотреть на писание чтобы видеть руку твое видеть величие твое видеть заботу твое видеть любовь твое твое действие мудрости в нашей жизни в жизни верующих в Иисуса Христа спасибо за это обеспечение славим тебя доверяем тебе любим тебя только ты знаешь когда сердце наше начинает уклоняться в сторону гордости это опасный путь господи просим тебя восставляй нас господь избавляй нас говори открывай ухо наше запечатлевай слово твое чтобы наш дух встревожился а не на опасном ли я пути и наставь нас на путь вечный если вы не знаете Иисуса Христа как своего спасителя царя небесного царя царей который приходил сюда чтобы занять место раба и быть послушным до смерти и смерти крестной он есть истинный бог и жизнь вечная сын божий иисус христос примите его в свое сердце примите от него дар спасения дар вечной жизни дар прощения грехов примите от него благодать вам ничего не нужно делать просто примите от него все что он приготовил для вас и скажите в вашем сердце господь иисус христос я принимаю твою любовь ко мне принимаю твой дар вечной жизни принимаю твое прощение и говорю тебе войди в мое сердце спаси меня хочу быть с тобою на небеса и во имя твое мой бог и спаситель иисус христос я молюсь и прошу аминь